Магистраль В феврале месяце содержался лучше. Свою общую оценку я дорожным компаниям поставил хорошо. Хотя, конечно же, замечания по улицам и тротуарам и отдельным участкам территории города имеются. Поэтому без применения штрафных санкций не удалось обойтись в феврале месяце. Хотя за прошедший месяц размер этих санкций был меньше, чем в предыдущий период. Для справки, если в январе месяце контракта за содержание снималось в виде штрафных санкций 8%, то по итогам февраля месяца 4%. По поводу подтопления и вывоза снега. Я не буду никого обманывать, создавать какие-то ожидания. Конечно же, в течение марта месяца вывести весь снег с территории города площадью 100 квадратных километров с лишним, конечно же, не намеревается никто. Будем работать по приоритетам и я заверяю, что каких-то серьезных подтоплений мы не допустим. Хотя, конечно же, при той погоде, которую мы наблюдаем, когда не успели убрать снег и он тут же вместе с дождем на следующий день начинает сыпаться с неба, конечно же, неудобства будут. Вывоз снега контролируется, во-первых, по исполнению графика. Как я уже сказал, составлен по всем местам наиболее вероятного подтопления улиц и домов. График. Я могу сказать, что за прошедшие две недели в соответствии с этим графиком отрабатывались улицы Саммера от Карла Маркса до Полярной обе стороны, улица Петина от Панкратова до Преображенского, улица Клубова от железнодорожного переезда до улицы Луначарска, улица Луначарского от Вологодской до реки Вологды. Соответственно, график расписан на весь март по всей уличной дорожной сети. На эти работы ежедневно выставляется 6 звеньев техники, это 29-32 единицы, 4 звена работают в ночь, 2 работают в день. И эта работа в плановом режиме будет продолжена и в марте, если необходимо, в апреле. Вообще, с начала сезона, зимнего сезона на городскую свалку с общей территории города вывезено более 355 тысяч метров кубических. Там, где есть наибольшее неудобство, просьба обращаться в ЕДДС, по телефону ЕДДС, все звонки и обращения фиксируются. Мы стараемся оперативно это передавать дорожной компании и магистрали, для того, чтобы они свои летучие бригады направляли в те места, где большее количество желоб.